За несколько лет существования фонда капитального ремонта порядок оплаты и компенсации в нем менялись неоднократно. С 1 марта вновь произошли изменения. Коснутся же они только людей от 70 лет. Эти изменения касаются выбора способа выплаты данной компенсации. То есть граждане сейчас имеют право написать заявление в территориальное управление и получать данную компенсацию через фонд капитального ремонта. Если ранее люди в возрасте от 70 лет сначала платили на считанную сумму фондом капитального ремонта, а потом через некоторое время получали компенсацию, то с 1 марта после подачи заявления в соцзащиту платежные квитанции сразу будут приходить с учетом компенсации. Либо компенсацию можно получать в прежнем порядке, то есть путем перечисления денежных средств на счета собственников через соцзащиту. То есть это касается лиц старше 70-80 лет, одинокопроживающих, либо проживающих в составе семьи, состоящих из граждан пенсионного возраста. Какой способ компенсации оставить, решать только самим пенсионерам. Всего же в Пермском крае определиться с выбором должны будут порядка 36 тысяч людей старше 70 лет. Написать заявление можно по адресу улица Лесная, 38А, социальная защита населения, информация по телефону 4 30 19.